Привет, друзья! Сегодня у нас с вами довольно сложная задача по геометрии. Нам дан равнобедренный треугольник. Равные стороны я сразу отметил одинаковым цветом, чтобы было проще, не люблю буквы ставить. И углы при основании равны 30 градусов. При этом от одного угла отложен отрезочек длиной 1, от другого угла отложен отрезочек длиной 2. А то, что между этими отрезочками, нам как раз нужно найти. И этот отрезок, искомый, ограничен углом 60 градусов. Ставьте на паузу, думайте, как можно решить эту задачу. А я вам сейчас предложу свой вариант решения. Но давайте начнем с того, что поймем, а чему равен вот этот вот угол. Ну, смотрите, так как у нас сумма углов в треугольнике 180 градусов, да, это 30, это 30, это 60, значит, минус 60 градусов, получаем 120 градусов. Стало быть, вот этот угол 120 градусов. Так вот, давайте мы вот этот вот треугольник, самый правый, повернем вот так на 120 градусов, чтобы у нас зеленая сторона, правая совпала с левой зеленой стороной. Тогда получается, что вот этот вот отрезочек длиной 2 у нас будет вот здесь, а вот этот вот синий отрезочек, он у нас будет где-то вот здесь. А теперь давайте мы попробуем с вами провести, соединить вот эту точку и вот эту. И что-то мне подсказывает, что вот тут должен быть прямой угол. Но я этого не знаю, как я рассуждаю, исходя из чего я так подумал. Потому что, смотрите, тут у нас, если бы это был прямоугольный треугольник, то этот катет был бы единичка, тут гипотенуза получается 2. Катет в 2 раза меньше, чем гипотенуза, в том случае, если он лежит против угла в 30 градусов. Ну и в самом деле так и получается. Вот этот уголочек 30, вот этот был 30, значит, этот тоже 30, значит, в сумме они дают 60 градусов. Но если это 60, этот прямой, тогда этот 30, и всё получается. Катет равен половине гипотенузу. Ну а стало быть, вот этот вот треугольник действительно прямоугольный. А раз он прямоугольный, мы знаем один катет и гипотенузу, несложно найти, что вот этот второй катет будет равен корню из трёх, по теореме Пифагора. Но нам-то с вами нужно найти Х, а не вот этот катет. Поэтому давайте попытаемся доказать, что вот этот вот катет, который мы с вами только что отыскали, он на самом деле равен нашему искомому отрезочку. У меня тут, конечно, немножечко не в масштабе, но тем не менее. Смотрите, что у нас получается. Если рассматривать вот этот вот треугольник и вот этот вот треугольник, у него синяя сторона и синяя равны по построению, так? Так как мы поворачивали наш треугольник. Вот эта вот сторона является общей и для этого треугольника, и для этого треугольника. А теперь давайте разбираться с углами. Вот у нас был большой зелёный треугольник, и пусть это будет угол Х, а это будет угол У. Тогда Х плюс У плюс 60 градусов равно 120. Мы для этого искали 120 градусов. Значит, Х плюс У равно 60 градусов. Но теперь смотрите, когда мы вот этот вот треугольник поворачивали на 120 градусов, получается, что вот этот вот уголочек тоже У. И у нас в сумме получается вот тут Х плюс У. А Х плюс У это 60. Значит, тут 60, и тут тоже 60. Стало быть, углы одинаковые. А значит, наши два треугольника, давайте я их заштрихую зелёным и синим. Значит, наши вот эти вот треугольнички, два, они равны по двум сторонам, по синей и общей, и углу между ними 60 градусов. А значит, и вот эти вот стороны, которые мы предполагали, выделили их красным, они тоже равны. Ну и коли эту мы нашли корень из трёх, значит, и наш искомый отрезочек тоже равен корню из трёх. И вот он, ответ готов. Если всё было понятно, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой Телеграм, там есть всё, что выходит на Дзене, на Ютубе и даже немножечко больше, ничего точно не пропустите. Спасибо за вашу любовь к геометрии, друзья. Пишите в комментариях, каким способом решали вы. Ну и на этом всё. Пока. До новых интересных задач.